Кто не знает, что такое ячейка, ячейка именно представителей ДВК, я скажу, что ячейки, как правило, состоят из трех-пяти человек. Они формируются из числа только близких и доверенных людей, по причине того, что представитель Комитета национальной безопасности, считая, что ДВК, экстремистская организация, препятствует нашей деятельности, нормальной политической деятельности, которая предусмотрена Конституцией нашей страны. Как вы знаете, наши программы, они все мирные, есть программы политических реформ, экономических реформ, все это носит публичный характер, и поэтому, конечно же, никто из вас никогда в глаза не видел решение так называемой Исильевской суда, никто не видел, почему все-таки ДВК является экстремистской организацией. Более того, противовес власти мы публично озвучили резолюцию Европейского парламента от 14 марта, где проходили слушания по правам человека в Казахстане, и депутаты Европейского парламента, озвучивая резолюцию, сказали следующие слова, что демократический выбор Казахстана – это политическое, оппозиционное движение, мирное, мирное. Поэтому, в связи с тем, что наши власти действуют, нарушая законы Конституции, мешая действовать, противодействуют именно мирному осуществлению наших прав, именно развитию политической организации демократического выбора Казахстана, мы вынуждены переходить на такую форму работы, которая минимизирует разные проблемы для участников демократического выбора Казахстана. В этой связи мы создали так называемые ячейки. В каждом городе мы создали ячейки, и эти ячейки контактируют только со штабом демократического выбора Казахстана. Они не контактируют между собой во избежание провокаций со стороны органов Комитета национальной безопасности, потому что они каждый день сидят в нашем чате активисты ДВК, слушают, прикидываются овечками, что якобы они тоже сторонники ДВК, и потом пытаются найти наших сторонников и создают разные проблемы, оказывают давление на работе, кого-то пытаются уволить. Ну, таких примеров много. Поэтому мы создали сеть таких чейок по стране. Это первая часть. Второе. Мы, конечно же, ориентируясь на проведение таких митингов и различных акций, мы ориентируемся в первую очередь на наших активистов, создателей и организаторов этих ячеек. 1 мая в Астане и в Алма-Ате достаточно много было людей. Не 100, не 200, не десятка, а именно тысячи были. Несколько тысяч было в Алма-Ате. В Астане то же самое. Вы эти видео можете свободно зайти в YouTube или в Facebook, Instagram, и там огромное количество разных видео, которые подтверждают, что на эти митинги вышли тысячи людей. Теперь, соответственно, казалось бы, мы могли бы работать именно с этими ячейками и расширить количество протестующих на 9-10 июня. Но мы решили действовать открыто. Решили действовать открыто, потому что, собственно, власть все равно через своих агентов действует внутри в рядах наших ячеек, во-первых. Во-вторых, власть перекрывает, как правило, интернет, выключает интернет и мешает координировать нашу деятельность. Поэтому мы хотим, чтобы все наши действия были открыты и публичны для всех, в том числе для международных наблюдателей, которые будут 9-10 июня на досрочных выборах президента Казахстана. Там же будут представители международных средств массовой информации. То есть количество иностранных наблюдателей, средств массовой информации будет очень значительное. И в этой связи мы считаем, что наши действия должны быть открытыми и прозрачными, потому что мы действуем как легитимные организации. Наши требования вполне соответствуют духу и статьям Конституции, соответствуют законам Республики Казахстан, даже Назарбаевским. И поэтому мы сейчас решили обсуждать все наши действия открыто и публично.